Ибрагим, давайте тогда начнем. Спасибо огромное, что согласились ответственно на вопросы Нюжжи. Мой первый вопрос. Как вы оцениваете недавнее заявление, которое назвал вопрос черкесов политической авантюрой? Откровенно скажу, я недавно решил для себя, что больше не буду вообще касаться абхазского вопроса. Я и многие из моих товарищей считали себя в войне 92-го года победителями, но итоги 20-летнего военного периода мне показали, что мы эту войну напрочь проиграли. Итоги этой войны, то, что сейчас мы видим в Абхазии, это ничего не имеет общего, ради чего тогда мы воевали. А мы тогда были молодые, романтичные, целеустремленные люди и, честно говоря, то, о чем мы мечтали и то, за что готовы были отдать жизнь совершенно, не имеет ничего общего с тем, что мы видим в Абхазии. Ну, я надеюсь, вы меня извините, но я выражусь в этом отношении Абхазии и его руководителю в этой ситуации по черкесскому вопросу и по вопросу признания геноцида черкесского народа в русско-кавказской войне. Мне необходимо было просто промолчать, многозначительно промолчать и не высказываться в этом отношении. Мы, честно говоря, не понимаем, почему абхазское руководство взяло добровольно на себя миссию доказать, что геноцида черкесского народа не было. И, честно говоря, мы очень этим утручены и разочарованы. И, скажу откровенно, мне очень неприятно и в этом направлении как-то этот вопрос дальше развивать мне бы не хотелось бы. Вы, кстати, черкесский общественный нацилист, ваш коллега Руслан Кеш, говорит, что Анклаб не информирован или же он просто кокетничает. По его словам, желание черкеса вернуться на родную землю не связано ни с какими экстременциями. Я думаю, что Анклабу, наверное, эта информация просто не нужна. Сейчас в Абхазии ситуация такова, что абхазскому руководству сейчас очень выгодно. Он, по большому счету, скажем так, не свободен. В Абхазии нет ни свободы, ни независимости, ни государственности ввиду того, что вся эта истерия щедро облачивается. И, по всей вероятности, это просто прибыльно. И говорить здесь о какой позиции абхазской стороны просто не приходится. Вот как вы считаете, как сам абхазский народ к этому относится, к этому вопросу? Абхазский народ, я скажу, что неоднозначно к этому вопросу. Есть категория людей и моих товарищей, бывших сослуживцев, с которыми я поддерживаю связь. Они, честно говоря, в недоумении по происходящему процессу. А какая-то половина просто неинформирована и совершенно не ориентируется в ситуации. Я думаю, большинство просто про это ничего не знает. Сейчас как-то развивать эту тему в самой Абхазии не имеет большого смысла. Есть версия вашего коллеги Аслана Бештоса, что Анклаб старается отделить Абхазию от северокавказских народов и взять направление на российский вектор. Это и стало причиной строительства той автомагистрали, которая должна была связать Абхазию и Черкесию. Как вы считаете? Да, думаю, именно так. Он очень корректно выразился. Анклаб просто пытается как-то отгородиться от всех этих проблем в угоду Кремлю. Сейчас отношения с северокавказскими народами, любые контакты, они просто мешают Анклабу во всех тех делах, которые сейчас происходят в Абхазии. Ну, скажем, грубо выражаясь, в распиливании тех материальных средств, которые получает Абхазия. В принципе, Анклаб думает, что северокавказские республики, особенно общественные организации, которые имели какое-то отношение к событиям 92-го года, могут стать в какой-то, в общем, мере как-то партнерами в его деле. Ну, дольщиками, скажем так. Вот Грузия признала геноцизма Черкесия. Как вы считаете, в Абхазии будет ли поставлен этот вопрос? Нет, думаю, что в ближайшее время, по крайней мере, пока у власти будет эта администрация, этого вопроса вообще не будет поставлено. Но сейчас от руководства Абхазии можно ожидать все, но ничего хорошего. Поэтому, честно говоря, я очень хотел бы закрыть для себя абхазскую тему. Она очень для меня больна, и не развивать эту тему по той причине, что ничего хорошего я их уже равно не жду. Ибрагим, и последний вопрос. Вот опять же, признание геноцида Черкесия в Грузии признал этот геноцид. Как черкесский народ принял это? Ну, честно говоря, у нас внутри республики очень большие проблемы. Основная масса народа, она очень инертна и аполитична. Но общественные организации, активные, образованные люди, они очень с воодушевлением приняли признание геноцида. И весьма надеются, что этот вопрос будет продолжен. Мы понимаем, что для этого требует времени. Но, в общем, первый шаг сделан, остальные шаги будут значительно легче. Спасибо огромное, что уделили нам время. До свидания.